Вот что, гостей тоже благословите. А, бочка здесь. Мир вам, бочка. Благословите. Доехал, застали вас. Николай, я. Анатолий. Я просто что-то сказал. На калинку она подумала. Да? Он на Николая Польгуева похож. Ну и что? И ты уже снимаешь, да? Как я благословляю, да? Нет, это мы снимаем. Я вообще думал, что вы еще куда-то идете. Да, конечно, иду. Оказывается, вот как. Ну и что? Куда дальше-то путь хотели держать? Уже все держим. С вами? Вам на хвост как-то. Цепиться за рясу. Зарясу. У бать. Зарясу. Зарясу. Билеты взяли уже? А? Билеты взяли? Куда? Нет, никуда не брали пока. Никуда не брали? Нет. Понять не могу. Я-то на обратную дорогу Вячеслав не вхам набрал. Я сейчас... Нет, ты потеряешь кеменьцов. Нет, ты сейчас обратно. Я не про обратно спрашиваю. Нет, не брали пока. Нет. Да, хочу же. Ничего понятия. Ничего, мы не скоординировались еще? Вот кто как едет? Ну, где вчера я еду? Поезд 95-й. Завтра? 0,95 когда? 95-й. А мы сегодня вечером сейчас едем? В Барноу-Москва вечером заехайте. Берите 6-й вагон сидячий. Если нет, придется пласть карты набрать. Вагон 11, он идет до Омска, специально пустили. Я-то беру заранее, я за две недели беру. Поехал, я заранее беру. Ну, они в доимности даже поедут, хорошо будет. То есть... Куда? Ну, с вами. И седьмое правило, пятый пункт, шестой Северенский собор. А, нет, это вообще только пятый пункт. Короче, тут кто-то ошибся. Вот так. Ну, дальше там посмотришь у себя. Ну, то есть у нас нету торговли храме. Все. Ничего ты не увидишь и не скажешь. А у них-то торговля. Да, тут теперь дальше. В церковной ограде тоже ты видел у нас. Никто не торгует. Дальше. В храме не разговаривать даже шепотом. Стоглавый собор 14-й, 38-е правило. Шестой Вселенский собор. 70-е правило. Первое коринфянство 14-34. Написано. Жены в церквах, да, молчат. Если жены молчат, говорит нам, толкователь златоустый, феофилак болгарский, значит, тем более их мужья молчат. Потому что жена за мужем стоит. За мужем и называется. За мужем. А если жена молчит, то муж конечно будет молчать. У меня с братьями никаких вопросов нету. Я старший исполнитель-наблюдатель в нашей общине. Поэтому с братьями вообще никаких вопросов нету. С сестрами одни вопросы. Они правда разговаривают. Очень любят разговаривать в храме. Поэтому покажи пример, что ты настоящий брат и не разговаривай с миром. Третий пост строго обязательно для всех христиан и оглашенных. Апостольское, 69-е. Тимофея, 8-е и 10-е правила. Шестое, видишь, еще 58-е. А ты не можешь сейчас сказать? Это шестое. Что такое? 6-е, 58. Это 6-й Вселенский собор. 58-е правило. Новая скрижаль, страница 248. Ты не знаешь, что такое новая скрижаль? Это регламентирующий документ священнослужителей православной церкви. Регламентирующий документ. Новая скрижаль он называется. Там пишется от, от, от и до, что должен делать священнослужитель в храме. И вот эта страница 248 говорит нам о постах. Нарушающий пост отлучается от причастия на 2 года настольная книга священнослужителя. 1-й том, 535-е правило. 1-й том, 535-е правило. Мир вам с миром. Садитесь, вы проходили это? Садитесь, сейчас будете вместе проходить с нами. Татьяна Кузьминична, потом все, он еще завтра будет. Я сейчас напишу, и мне некогда будет. Путешествующий вы? Ну, путешествующий, конечно. Анатолий Николаевич. Анатолий Николаевич. Так, вот дальше. Четвертое. В алтарь мирянам и женщинам не уходить. Ладийкийский собор. 19-й и 43-й. 6-й вселенский собор, 69-й. Ой-ой-ой, мы забыли сегодня этот самый. Забыли камеру. Николай, сегодня снимешь, выставишь ты. У меня зарядки не хватит. У тебя есть, да? Ну все, ладно. Хоть бы у всех зарядки хватит. Дальше. Хоть бы у всех с коем, да, батюшка, мы вас понимаем. Батюшка, да, он любит. Так, значит, в алтарь мирянам и женщинам не входить. Вот ты мирянин? Да. В алтарь к батюшке не заходи. Ты тоже мирянин, да? Да. Все, не заходить. Батюшка тебя не позовет в алтарь. Убираться. У нас убираются чтецы в алтаре. А вот в других храмах женщины заходят, протирают в алтаре. Нигде заходят. А? Нигде не заходят. Заходят. Еще как. Еще как. На моей памяти, знаешь, много чего делали. И меня заводили в алтарь. Мир тебе. Вот, пожалуйста. Жень, полы. Ну, конечно, ты их тут не видишь. Они заходят, когда никого нету, полы мыть. Никого нету, все пусто. Помещение пустое? Помещение пустое, пустое. Заходи. Все. А ты кто думаешь? Попы, что ли, убираются там в алтарях? Мужчины, чтецы разные. Да? Это ты так думаешь. Я понимаю. Ладно. Ну, ничего. Живи. Она жизнь длинная еще. Она прикатится. Пятое. Свечи только чисто восковые, без малейшей примеси. Левитом 10-10. Это отличать чистое от нечистого. Исхода 27-20. Ну, говорит о том, какие свечи, как они. Не только свечи, там о масле говорится. Апостольское правило, 72-е. Иезекииль 22-26. Новая скрижаль опять. Новая скрижаль, регламентирующий документ для священника. Вот такая книга, толстая, о 400 страницах. И там написано, как священник заходит в алтарь и как выходит. И вообще, что такое церковь. Мы оттуда все узнаем. Что она крестом церковь. Что есть правые, северные врата, южные врата. Есть царские врата. Это все оттуда мы узнаем. Если вы желаете узнать, все. Берете книгу, новая скрижаль открываете. Напишите, печатаете. Новая скрижаль. И все. И открываете, и читаете все. И там даже с комментариями, как это к Слову Божьему относится. По Библии. Даже немножко толкования есть. К сожалению, никто их не читает. Даже, наверное, сами священники. А жаль. Ну, вот так. Без примесей. Дальше. Елей натуральный, не вазелиновое масло. 100 главы, 44, 45. Во всех церквях, во всех, во всех церквях. Вазелиновое масло. Вазелиновое масло. Поэтому, когда заходите, такой легкий запах гаря. А некоторые прям сильный запах гаря чувствуется. Вазелиновое масло делается из различных нефтяных отходов сейчас. Раньше делали, говорят, собачьего жира. Сейчас, конечно, нет. Сейчас нефтяных отходов делается. У нас только растительное масло. То есть, я про нас скажу. В алтарь у нас не заходят. В алтаре убирается. Брат Севастьян, я, бывает, убираюсь тоже. Раньше убирался сильно, сейчас поменьше. Шестое. При возгласе оглашенной из идити всем выходить в притвор, даже и отлученным за грех, кроме куп настоящих. Неокисарийский собор, 5-й, 1-й Вселенский собор, 14-й, Карфадинский собор, 158-й, Новая Слежаль, страница 50, 52, 196, 358. Почему столько много? Это к священникам и к дьяконам отношение имеет. Потому что там не священники смотрят, когда произносят, а дьякон вообще проходит по рядам и смотрит, кто здесь оглашенные. Ну, потому что бывает оглашенный до такой степени свой в доску, что он думает, а я еще постою. Как вот эти у нас были трое стулы. Стояли, стояли, потом этот, который бывший мэр говорит, а что мы же столько долго в храм ходим, это не про нас было оглашено из идити, это нас случайно вывели. Пойдем, пойдем. И двое из них зашли, а я сижу и на всем этим наблюдаю. И думаю, а что делать, а? А и натикнусь в зал в этот момент, как на грехе ушел туда вперед проповедь говорить. Ну, что, мне пришлось хитрость применять христианскую. Хитрушку называется. Как бы что-то у них спросить хотел, вывел их из церкви и поговорил с ними. Все, они поняли, осознали. Ты знаешь, что звонили Иван Суворов и Игнатий Тихоновичу хвосты в грехе говорят? За что? Что их вывели. А что их вывели? А чего, не знал, что их вывели? А раньше их что не предупредили? Да, это самое интересное, самое интересное, то, что раньше, те, кто предупредил, она? Нет, Игнатий Тихоновичу, и Вячеслав, и она. Говорила? Ты не помнишь просто, наверное, да, она не помнит. А, говорила она. Нет, он позвонил сначала, от Чехости Игнатий Тихоновича, а потом перезвонил, говорит, простите меня, пожалуйста, что-то на меня нашло. Ты слушай, я могу так сказать, я после, вот только с ними поговорил, закончилась служба, отец Иоанн сидел рядом со мной, когда там, и пока там готовились все к съемкам, я попросил у него, как бы, прощения, говорю, простите меня, Христа, не успел вас благословения там спросить. Ну, так и так, пришлось с вашими вот прихожанами позвонить, ну, это, поговорить. Я говорю, там такого ничего не сказал, но сказал, что они, как бы, еще не в церкви, потому что надо быть крещенными, троекратным погружением там и так далее. А они же еще, да и говорю, безбородые, там щетина какая-то, как у этих кабанов. Поэтому, говорю, и он такой, да нет, нет, нормально, они еще мало знают там, все. Ну, видать, туда приехали, они ему черпыку дали, когда отошло у них это все, эйфория все отошло, они поняли, ничего себе, нас таких, меня, мэра, а тот, а меня, КГБ, не курят. Но я предполагал, ну, ладно, переможется, перетрется, а ты говоришь, я. Ну, ты же не мэр бывший. И даже не КГБшник. Так что твоя самость, она должна пойти на убыль быстрее. Так, оглашенные зайдите. Вот завтра будет у нас праздник, на оглашенные зайдите, вы выйдете трое. Ну, ты уже знаешь. А в прошлый раз мы были в воскресенье, какая-то служба была неполная? Это так называемое апостольское служение. Да? Да, самое главное, что в ней, это проповеди. В воскресенье такое вышло. Самое главное, это проповеди на этой службе. То есть, были проповеди, ты из этих проповедей подчерпываешь для тебя, и ты выходишь из храма обновленная, другая, потому что проповедь тебя возвысила. Самое главное проповедь, а не то, что там священник. Кто в чашу не подходил? Иди сюда к чашу. Нет, оглашенные, что мы, я думала... А, нет, нету оглашенных. Апостольское всех подравнивает. Там оглашенные, верные, все к апостолу Павлу. Пока молодежь здесь, но давайте открыть. Да, кстати, я хотел... Подождите, нет, нет, это очень сложно. Ничего не надо пока открывать. А, ну, можешь завтра только открыть, если... А, завтра? Ну, да, можно, да. Хорошо, да, я это... Давай посодействую. Завтра возьму с собой инструменты и раскрутим. Шуруповерт заряжу, как раз у меня не заряжу. Так, гляди, на богослужение не опаздывать, не уходить до окончания. Вот надо вот эти часы, они правильно идут, нет? Тридцать шесть минут, сейчас. Тридцать шесть? Да, они правильно идут, вот. Это механически, поэтому их надо заводить, когда раз. Кто завел, не знаю, Миша, наверное. Вот, тридцать шесть. Без семи надо уже у нас стоять. Почему без семи? Семь минут. Семь минут, это опытным путем добились того, что семь минут хватает, чтобы немного подготовиться к тому, что сейчас будет. То есть, ты успел шапку снять уже, все, и встал там, там братья стоят, все. И ты уже на других, как бы, смотришь, все успели, все здесь стоят. То есть, я тоже здесь. Отче наш, мы читаем, не отче мой. То есть, мы все тут рядышком. Все вместе, не я один. И ты начинаешь себя чувствовать коллективом. Ой-ой-ой, компания. Ай-яй-яй, коллектив. По-нашему, это просто тело Христово. И мы все члены тела Христова. А ты оглашенный. Ты должен стать членом тела Христова. Ты еще пока не спасенный. Господь на тебя презрел, но в чем? В оглашении. То есть, Он тебе позволил спасаться, Господь. Все, потому что ты оказался угоден Богу. Понял? И ты должен это прям лелеять себе. Я угоден Богу. Я стою между верными, которые вот сейчас. У тебя было такое чувство? У меня капитально. Я когда первый раз в 96-м году попал на Пасху. И вот вывели всех. Игнатий, значит, нам там проповедь говорил. А там было оглашенных, я не знаю, человек, наверное, 50. И так это проняло. Мир вам тетя. Братья на крещение. Моченые тоже обманутые. Да, и Тамара тоже обманутые. Мир Тамара. Тамара, да, Тамара ее звать. Такое красивое имя. Тамарис. А это Тамара. А, Тамара. 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 Первые такое имя у нас встречается, да. Ты одна была. Одна сбежала. Ну, то есть, это близко что-то. Не уходить до окончания. То есть, ты вот так не можешь повернуться и уйти. Если ты поверешься и уйдешь, вот некий Сирийский собор тебя осудит, скажет, ай-яй-яй, брат Анатолий, не уходи раньше времени со службы. Никто не уходил до тебя, кто хотел быть Христовым. И гляди, Первый Вселенский собор тебе скажет, 14 правилом. И Карфагенский собор, 53. А Карфагенский был в 1312 году. Раньше, чем Вселенский. Понял? Пять копеек. Говори быстрее только. Говорю быстро. Смысл в том, что иногда говорят, что после Отча Наш можно уходить. Куда уходить? Ну, со службы. Да, конечно. Если у тебя какие-то дела, просто дела, то ты просто не приходишь и все. А если тебе прям край нужно, то ты можешь хоть откуда уйти, какая разница? Нет. Ты просто скажешь, мне нужно уйти, допустим, родственников кто-то встречает, там и похороны у кого-то, там свадьбы и так далее, кто-то куда-то уезжает. И у нас люди в любой момент уходили, но лучше не приходить, мне кажется, уж езжай, да делай свое дело. Ну, только знай, что три кряда презревшей богослужения, опоздавшие верные стоят в притворе, да оглашенные, зайдите. Вот сейчас у нас кто опоздает, они вот тут будут стоять, пока не будет миропомазания. Это вечером. А да оглашенные, зайдите, будет через где-то 40 минут молитвы. 50. Это завтра. На молитве стоять благоговейно, ноги вместе, не подгибая, не оглядываясь, руки не держать сзади, то есть вот так не надо. Поклон и строго по уставу. Поклоны. Покажи поклон, пожалуйста. Какой должен быть? Ну-ка. Поклон вот такой. Так, крестное знамение еще раз. Ну-ка давай. На лоб, на пуп, на плечо и на плечо. Да, да, да. И не да, вот на плечо. И поклон 90 градусов. Ну, он больше даже делает. Он может вообще склониться вот так. 90 градусов достаточно поклона. Да, он там... Ну, так я не делал. Да, он еще и плавать умеет очень хорошо. Так что много чего может. Детям не создавать шум. О, это самое такое. Детей пока нету, слава богу. Родители большие. Да, хорошо, что есть родители у детей. А если нету родителей, просто кошмар. Мужчинам не носить галстук, женщинам мужской одежды. Никого ты тут у нас не увидишь. Второе, это второзаконие 22.5. Основное. Дальше. Женщины строго платок, волосы закрыты, руки до кистей, край платья не выше 10 сантиметров от земли, никаких косметики и украшений. Ну, это ты сам видишь. Все сестры у нас красавицы, без всяких косметик. Крещение совершается только над прошедшими катехизацией, над истинно уверующими в Иисуса Христа. Это Павла, апостола 14 правила, Ладийский собор, 45-е, 47-е правило, 6-е. Вселенский собор, 78-е правило. Крещение не признается и не уверовавшие не погружаются. Непогруженные считаются некрещенными. Как раз ваше правило. Апостольское 50-е правило. Все таинства и требы совершаются бесплатно. Для невежущих не совершается ни крещение их детей, ни отпевания, ни других треб и таинств. Вот так. Это обо всем этом говорит 2 Коринфянам 6 глава. 6-й Вселенский собор, 7-й Вселенский собор, 1-й Вселенский собор, апостольское правило, Василия правило 1-е великого, новая скрижаль, как об этом говорит. То есть батюшка с вас денег брать не будет. Я забыл камеру, брат. Ну у Лены есть камера. И у брата есть камера. То есть все будет снято. Ну у меня так и на телефон посмотрю. Сколько хватит. Так и надо будет, ну там будет проповедь, батюшкину проповедь и Севастьян. Севастьян здесь? А ну слава Богу, и все. Ну да, они короткие, небольшие. Но завтра камера будет, конечно. Завтра я возьму тоже. Строго и во всем соблюдать главенство мужа при подходе ко кресту и первые. Ну то есть вы смотрите, не лезьте вперед батьки в пекло. Вот за Сергеем смотрите, Сергей возьмешь их с собой. И вот на Сергея посматриваете, и он все покажет, когда ко кресту пойдете, по двое парами, по два поклона крест и два поклона, раз, раз. И потом подходите, целуете Библию, икону или крест, что будет. Отходите и опять крестное знамение и поклон. А я три раза всего должен быть. Три раза должен быть. Два. И потом целуешь и еще один после. А я два переделал. Ага, ну вот теперь будешь делать как надо. Так, без нужды, три воскресных дня к ряду призревший, богослужение отлучается. Табакокурение, пьянство, брадобритие, волшебство, зрелище запрещены. Гляди. Табакокурение, нельзя, пьянство, брадобритие, волшебство, зрелище запрещены. Батюшка, ой, Игорь. Да, да, да. Уже бачокурение. Так, подождите. За порядком в храме наблюдает староста и стражи у дверей. Ну, стражи нету, чтобы не пугайтесь. Это числа, видишь, первая, 53, первая глава, 53 стих. Восьмая глава, 26 стих. Деяние 5, 13. У нас за место стражей Игнат Тихонович стоит. Или братья, которые наблюдают за порядком. Мир вам. И дальше. После окончания богослужения подойти к незнакомым и вновь пришедшим, оказать внимание, по возможности ответить на вопросы. После богослужения здесь трапезно, не в храме. В храме разговаривать нельзя. Даже шо по там написано. В храме не разговаривать даже шо по там. Разговаривать могут только служащие храма. Это батюшка разговаривает. И те, которые находятся на клерии, поют, говорят проповеди. И есть еще там у нас исполнители-наблюдатели. Я старший исполнитель-наблюдатель. Не надо испытывать судьбу на мне, пожалуйста. Не разговаривайте. Потому что на мне очень многие спотыкаются почему-то. Не надо разговаривать. Вот в туалет захотели, просто выйдите в туалет. Сестры, кто привел сестер? Надежда Васильевна, вы с кем пришли? С кем? С вами? Назначите сестру, которая будет им все показывать. Чтобы они знали. Сейчас на службу идем. Показывать некогда. Понятно? Идем в молитву. На службу идем через пять минут, поэтому сейчас закрепят сестру. Вот сестра... Тамара уже все знает. Вот присмотри за женщинами, Лен. Игорь. Куда поеду? Игорь, это мои пришли от меня. Это мои. А не знаю, да, все? Знаю, все они знаю. Ну, слава богу. А я думаю, сейчас не успею все это пройти. Так. А что такое зрелище? Зрелище. Это... Ну, различные там, да, цирки, там, клоунады, там, какие-то. Спектакли. Спектакли. Ну, я не знаю, театры, это вы так переборщили. Смотря какие театры. Мастер и Маргарита, там, или, допустим, Белая Гвардия. Я бы с удовольствием посмотрел. Сами же старые театры. С Детьми этого разговаривали. Да. Нет, не все театры, конечно, не все. Ну, то есть, понятно. Ну, понятно, да, там, ну, там, где, допустим, всякие там танцы на льду и так далее, где полуголые там пляшут. Ясно, что это, понятно, что это зрелище. Ну, а, допустим, другое что-то, не знаю, на что это больше похоже. Ну, дело все в том, что эти зрелища написаны, когда были еще при Ане Златоусте. А там зрелища были такие припуганнейшие. Там женщины что-то плавали в каких-то сосудах. Да, там, более того, там, допустим, у них были такие лупанарии, и там женщины отдавались за деньги, и можно было за этим наблюдать, выплачивая. То есть, ну, такие вещи были страшные. Ну, а Златоуст говорит о конских ресталищах еще. Конские ресталища. Ну, и вот этих, театральных вот этих. Это театральные назывались у них. Так, кто назад повесит вот это, кто умеет? Я даже не видел, где это висит. Я повесил. Кто? Он, Янафа. Спаси, Христос, тебя. Аккуратненько, не долбани, смотри. Ну, сколько раз ты, брат, это зачитывал? Ну, раз, наверное, около сотни зачитывал. Спаси, Христос. Слава Христу. Это надо вот каждому в храме такое вести. Я вся на другую молитву. Игнативный показывал священникам, говорили, ничего тут такого нету. А потом, когда созванивался с ними, или они с ним, говорил, ну, вы что-нибудь ввели? Ничего не ввели. Ничего не ввели. Это все ерунда, 16 пунктов ерунда. И ничего не ввели, ни один. Вот так вот. Вопрос, почему? Потому что люди неверующие оказались до конца неверны. А чтобы люди были верны, они должны веровать во Христа. То есть, Слово Божие быть покорными. Как значит, крест, мне все это удобно, на себе. Да, да, да. Это главный крест. Это отвергнись себя, возьми крест свой. Не Христов Христ, крест убери. На Христов Христ взирай, как пример. А свой бери крест. Как это есть стих-то, где крест, говорит, такой увидел, там крест ему дали. Он говорит, такой тяжелый, огромный крест, я не могу его нести, дайте мне другой. И Господь говорит, конечно, выбирай. И вот он начал ходить, там, дворец такой огромный, он бегает по этим комнатам, в разные там, везде там, и красивые кресты. И такие, ну, маленькие, большие, не подходят ему, на спину возьмет никто. И вдруг в каком-то чулане где-то там уже залез, в паутине, смотрит, крестик такой стоит. И он такой, ну, ладно, примерю его такой, раз взял, раз, и такой, ух ты, так он по мне. Господь говорит, ты столько долго бегал, говорит, что крест твой, говорит, твой уже оброс паутиной, это он и есть. Он все искал целую всю свою жизнь этот крест. А крест-то оказался рядом. Вот так дети наши. Крест рядом их, а они бегают где-то, бегают, суетятся, где-то там все. И потом, когда приходят уже с костылем потом. Вот так это он и был, то же самое, что говорили мне мои предки. Ну, конечно. Просто ты был самостью одержим в гордыне, да? После вечернего. Батюшка, с вами, с вами. Игорь. Да мы поедем, ты говорим. Вместе, да? Конечно, мы же вместе поедем, билеты взять, все. Батюшка пускает, дыхает. Билеты взял? Взял, пятьдесят, пятьдесят второе место. Я в серединке, вы в конце будете. А мы, может, попросим, поменяемся там с кем? Да не надо. Ну, поспите, отдохнешься. Еще мы успеем, да. Там они сидят, и там не... Другой раз ядешь, то там все ребятишек, допустим, сорок человек сойдет. Двенадцать, тринадцать лет. Там... Ай-эй, гвалт, да? Да, что делаем? Пропущенный. Да, да, там ближе всего. Нет, есть поезд Москва, Барнаул, Москва. Все. Да, пойдемте. Продолжение следует...